Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Перспективы развития федеральной дорожной сети на территории Карачева-Черкесии обсудили глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе рабочей встречи с начальником УПРДОР Кавказ Александром Лукашуком. Результатами нашего взаимодействия являются десятки километров участков федеральных дорог и новые мосты, которые ежегодно вводятся в эксплуатацию в Карачева-Черкесии, отметил Рашид Тимрезов. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого в Карачева-Черкесии с 2019 года на территории республики, приведено в нормативное состояние уже более 100 километров дорог. А в этом году по нацпроекту в регионе ремонтируют 26 километров дорог и 6 мостов. Местный житель признан виновным в оказании ненадлежащих услуг, повлекших смерть человека. Напомним, 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Мусач-Таров-Домбаи путем производства артиллерийских выстрелов, произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей. В результате этого один из местных жителей получил травматические повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался. Следственным судом установлено, что в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы в поселке Домбаи, путем артиллерийских выстрелов произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое скопление людей. В результате этого один из местных жителей погиб. По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В частности, допрошено больше 60 свидетелей, проведено 10 осмотров места происшествия, в том числе с применением криминалистической техники, проведен ряд сложных судебных экспертиз. На основании собранных по уголовному делу доказательств, судом виновному назначено наказание в виде штрафа и условного лишения свободы. Дистанционное мошенничество – самая актуальная проблема 21 века. Чтобы обезопасить жителей Черкеска, сотрудники МВД совместно с сотрудниками Центробанка провели профилактическую работу. Мероприятие проходило в рамках информационной кампании «Не говори», организатором которого выступило Главное управление Банка России. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Здравствуйте, это сотрудник банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте. Пожалуй, это самая распространенная фраза в арсенале у мошенников. Именно эти слова вводят в ступор, а то и в ужас, и не дают вовремя сориентироваться в ситуации. В ходе соцопроса каждый второй житель получает звонки с неизвестных подозрительных номеров. Звонят на телефон, неизвестные номера. Я их в спам отправляю каждый раз. Было по пять-шесть звонков и по два раза. Я выхожу из дома, я отключаю звук, чтобы не отвечать на них и не реагировать. Я их раскусываю обычно, понимаю, что это мошенники, и разговариваю совершенно по-другому, либо ложу трубку. Информируете кого-нибудь? Конечно, конечно, обязательно. У меня мама уже в возрасте пожила. Я ей сразу звоню и рассказываю схему мошенников. Около трех тысяч экземпляров печатной продукции по профилактике кибермошенничества в виде буклетов и наклеек подготовили сотрудники полиции совместно с Центробанком Черкеска. В материалах рассказывается об уловках финансовых мошенников, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой. Сотрудники полиции провели работу по профилактическому обходу улиц Магазинная и Кавказская, раздали буклеты и наклеили информационные листы в местах массового скопления людей, автобусах и троллейбусах. Были осуществлены беседы с гражданами нашего города о том, кто сталкивался ранее с мошенниками. Нами были услышаны ответы и пожелания данных граждан. Мы посоветовали им, чтобы они были более вдительны. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. В сентябре Карачаево-Черкесия присоединилась к информационной кампании «Не говори». Просвидительская акция направлена на повышение уровня киберграмотности граждан. Последнее время участились атаки хакеров, которые мошенническим путем вымогают у жителей денежные средства. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и молодые люди. Преступники часто играют на доверчивости граждан. А некоторые используют технику гипноза, рассказал полковник полиции Кемал Гербеков. У нас ежедневно бывает по 5 человек становятся жертвами и сумма у Шерба больше миллиона рублей. В связи с этим мы сегодня используем и сотрудников участковых, и сотрудников ГИБДД. Также мы будем проводить данные мероприятия в общественных, муниципальных организациях. И будем активно раздавать лицам, особенно пожилого возраста, буклеты с информацией, как не стать жертвой мошенников. На центральных улицах города сотрудники Центробанка рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, методах защиты от них, а также раздали буклеты с рекомендациями. Узнать наиболее распространенные схемы мошенников можно на официальном сайте Банка России в разделе «Информационная безопасность». Часто злоумышленники используют информационную повестку и, скажем так, играют на том, что чаще всего волнует граждан. Таким образом люди попадаются на уловки злоумышленников и лишаются своих денег. Именно поэтому проводятся такие информационные кампании, чтобы люди повышали свою финансовую грамотность, в частности, киберграмотность. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Черкесске ночью кратковременный дождь, днем бессущественных осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 19-21 градусов тепла. В Черкесске чествовали первого в истории россиянина, ставшего чемпионом мира в лиге каратэ-комбат Мурзабека Тибуева. Представители рода Тибуевых, гости и приглашенные, высказали много добрых слов и пожеланий в адрес нашего земляка из Тернауза, Кабардино-Балкарии. Об истории успеха и праздничном мероприятии Мураджен Кезов. Мастер спорта России, чемпион России, многократный призер международных турниров по прозвищу Король. Мурзабек Тибуев в 2018 году подписал контракт с профессиональной лигой каратэ-комбат и провел три боя в Афинах, Лос-Анджелесе и Будапеште. Главный свой приз, пояс чемпиона мира Мурзабек завоевал в Доминиканской республике, одолев в полноконтактном бою действующего чемпиона из Ирландии, нокаутировав соперника. Мурзабек Тибуев вошел в историю как первый россиянин, завоевавший высокий титул в лиге каратэ-комбат. Встретившись в Черкесске выдающегося атлета собрались представители рода Тибуевых, старейшины других известных фамилий, духовные лидеры и многие другие. Я ожидал, что что-то должно выстрелить, и оно выстрелило, и мы получили чемпиона мира, тем более чемпиона мира, который впервые из России. Это очень важное событие для нас. Мы все очень обрадовались, и я надеюсь, что успехи у него будут и в дальнейшем. Поэтому мы сегодня здесь решили собраться и отметить это событие в плане поблагодарить его за то, что он от имени фамилии, от имени народа и от имени всей России достиг таких успехов. В этот вечер было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес чемпиона мира, его брата и их мамы. Братьям подарили двух красавцев лошадей карачаевской породы, солидный денежный приз, картины с изображением родового знака Тибуевых, комплекты карачаевских ножей и много других приятных сюрпризов. Наградить почетной грамотой Тибуева Мерзабек Ильясовича за пропаганду здорового образа жизни, за вклад, который был сделан в укрепление межнациональных отношений. Заместитель муфтия Карачаева Черкесской республики, директор Медресы КЧР Мухаммад Хаджи Эркенов. Мерзабеку Тибуеву 32 года. Профессиональная карьера складывалась достаточно тяжело. Были и травмы, когда казалось, путь в большой спорт закрыт. Ценой невероятных усилий, ежедневных многочасовых тренировок и мастерству врачей возвращался и побеждал. Побеждал, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что нет ничего невозможного. Готовит Мерзабека к профессиональным боям, настраивает, секундирует и одновременно является его спарринг-партнером младший брат, мастер спорта Таубек Тибуев. С детства я тренируюсь в городе Тарнаус. Тренер Евгений Анатольевич Могилевец. После того, как я поступил в Санкт-Петербург, меня тренировал Криваковский Сергей Владимирович. Это была любительская моя карьера. А профкарьеру меня тренирует, можно сказать, мой брат родной Таубек, так как он уже тоже сам тренер и давно с детьми работает, и взрослыми, и, в общем, меня тоже тренирует. Но победу я, конечно, посвящаю своей родине, своему народу, карачаю-болгарскому. Так что это само собой. После торжественного приема Мерзабек вернется в Санкт-Петербург, где тренируется, работает и проживает. Он окончил аспирантуру Санкт-Петербургского горного университета и скоро выйдет на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Мурат Женкиозов, Алиба Астанов, Вести Карачаева, Черкесия. Грандиозная победа футбольного клуба «Нарт» над Ставропольской электроавтоматикой завершилась со счетом 5-0. Несмотря на разгромный счет, игра была напряженной и накал страстей не угасал на протяжении всего матча. Подробности у Альбины Кураченовой и Кенжевой. В очередной раз в столице Карачаева, Черкесии, на стадионе «Нарт» праздник футбола. Сегодня ФК «Нарт» принимает в гостях Ставропольскую электроавтоматику. Какой же настрой у болельщиков и каким будет полуфинал, мы узнаем прямо сейчас. За кого болеете? За «Нарт». Каким будет счет? 3-0. Скажите, пожалуйста, какой настрой у вас сегодня на игру? Замечательный. Победа будет за нами. Счет, я думаю, 3-0 будет в нашу пользу. Черкес выиграет «Нарт» в силу. Пообщавшись с болельщиками, мы успели посмотреть и предыгровую тренировку футболистов «Нарта». Ребята настроены по боевому, так как в прошлой игре в Ставрополе был проигрыш со счетом 3-1. Команды на поле. Поддержка трибун слышится с первых минут матча. На 14-й минуте первого тайма в ворота электроавтоматики назначен пенальти за грубую игру. Пробивает уверенно и четко опытный бомбардир Азамат Курачинов. Мяч в сетке 1-0. С таким счетом команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв. Были острые моменты, была борьба и желание забивать у обеих команд. Команды на поле свисток арбитра, второй тайм. И на 47-й минуте автором гола становится снова Азамат Курачинов. А на 60-й минуте гол забивает Ахмат Джанкезов. Нартовцы дарят болельщикам, не забывая эмоции от игры. Ставропольцы хотят забить, но четно. И уже через 5 минут кожаный снаряд снова в сетке. Забивает капитан Нарта Вадим Абедоков. Счет 4-0. А на 85-й минуте матча автором гола становится Григорий Тарнов. Как же хотят забить соперники, обостряя игру. И даже пенальти назначенной в ворота Черкеска не помог Ставропольцам. Так как игрок электроавтоматики не смог совладать со своими эмоциями. И пробил 11-метровый выше ворот. Ликует стадион. Фанаты ждут фото с любимчиками. А также автографы от команды. Мы успели пообщаться с руководством клуба и игроками. Я очень рад, что мы собрались и доказали, что мы сильнее. Но здесь наш дух сыграл. Дух выиграть. Дух быть первым. И Бог даст, мы будем сейчас в финале играть. Да, Аллах, чтобы нам повезло. И Всевышний нам поможет. Мы выиграем. Мы сильнее. Спасибо. Спасибо всем зрителям, которые пришли. Хороший матч, хороший соперник. Спасибо большое нашим болельщикам за такую поддержку. Благодаря этой поддержке у нас не заканчивались силы. Мы шли вперед. И как бы все получилось. Матч очень тяжелый. Удачно все сложилось для нас. Мы забили пять мячей. Порадовали наших болельщиков. 7 октября в 16.00 состоится первый финальный матч со строителем из Каменс-Шахтинска. Команда ждет зрителей и болельщиков на стадионе. Альбина Курочинова, Кенжи Варина от Муков. Вести Карачаева, Черкесия. И последнее. Завтра в период с 10 до 11 часов будет проведена проверка системы оповещения населения. Управление по гражданской обороне просит граждан республики сохранять спокойствие. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.